Глава 40, 213 Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправду Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи Свои. Пророк ненапрасно повторяет это, потому что предсказание дается ради тех, которые пришли в отчаяние. Как Аврааму Бог говорит Авраам, Авраам, так и здесь утешайте, утешайте. Предложив иудеям, прежде многие великие слова обвинения, предвозвести вы многоразличные, имевшие быть бедствия, устрашив их ум страшными словами, Бог, движимый милосердием, теперь вдруг говорит народ мой, о котором в ином месте Он воззвал, иди отсюда, иди скорее, ибо беззаконие в людях твоих. Исход 32, 7 Тогда Он достоин был называться народом Моисея, а не Бога. Но праведный раб, любящий господина своего, уже ли потерпел, чтобы этот народ был его народом? Никак. Почему же Бог сказал, «Беззаконноют люди твои», чтобы побудить их к молитвам? Когда же Он сказал, оставь меня, то этим показал, что убеждает его молитве. Свойственность священника, свойство – заступаться и исправлять. Они – гавань народов, заступники для умилостивления Бога, посредники между Богом и людьми. Утешайте. Мы говорим, что Бог не воздает по грехам каждому сообразное изречение. Если ты будешь замечать беззаконие, Господи, то кто устоит между всеми живущими? А ты, говоришь, приял от руки Господа сугубо за грехи свои. Таково свойство милосердного Отца. Наказывать мало – это наказание представлять великим, так как любовь не терпит видеть многочисленность наказаний осужденных. Иначе Он желает даровать дарованием благ, вновь привести их к вере. «Разрешаться грехи твои». Приятны эти слова тем, которые подверглись наказанию, так как они означают обыкновенно разрешение грехов. Стих 3. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, примим и сделайте в степи стези Богу нашему». Прежде Он сказал о плене, потом показывает утешение и освобождение из плена. Всегда ли наказание согласно с виновью? Разве не будет разрешен грех? Конечно, говорит, разрешится грех. «Глаз вопиющего в пустыне» – это благовестие, в оставленной земле иудеев после возвращения из плена. Но можно понимать эти слова и в ином смысле. «Глаз вопиющего в пустыне» не только в пустынных странах, но также в пустынных, одиноких душах. Почему же Он взывал к бесчувственным? Здесь показывается нам смелость проповедующего. Тот, кто безбоязненно обвинял иудеев, начав с главнейших из них, в том, что руки полны крови пророков, тот не удерживался в обличениях, но свободно говорил «По рождение их един, и кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Таким образом, «Голосом» назван тот, кто был не только голосом, но также человеком и пророком, подобно тому, как и Слово Божие было не только бездушным словом, но живым словом и совершенным человеком. «Хорошо» – сказал в пустыне, «так как города были исполнены зла, и Он бежал туда, где не было зла, где были места свободные от грехов. Если бы ты обратил внимание на плоды человеческой деятельности, то земля могла бы называться пустынью. Смотри на благоразумие и кротость. Там не было ни войн, ни убийств, не было ни воровства, ни жадности, никаких либо иных грехов. Потому пророк и говорит, в городе видел беззаконие, беззаконие и пагубу посреди его. И в ином месте, сколько явил ты скорби мне и зла. Вчера пророк доставляет некоторые свидетельства о том, что презирает все, что относится к этой жизни. Пустыню делает своим жилищем. Потом описывает города и все, что находится в городах. Таковы были вначале и Адам. Он не имел нужды в доме, в одежде, в украшениях, которые употребляются нами, как знак будущей почести. Город часто бывает не так полезен для обитания, как совершенно безлюдные пустыни. Посмотрим же, что говорит пророк словами «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». Пути не были утоптаны и гладки. Подобно тому, как во время прибытия в какой-либо город царя приготовляется, выравнивается и делается удобным путь для его шествия. Хотя бы такой путь был непроходимым, неутоптанным, почти непосещаемым. Зарос терновниками и колючками. Так должно было делать и тогда. А он, глазопиющего, пришел прежде за тем, чтобы приготовить путь к Христу. Прямыми сделайте стези его. То есть приготовляйте ему путь в неутоптанном и непроходимом месте. Удивительно то, что он пришел в пустыню, где никакого не являлось пути добродетелей и мудрости. Волхвы, блудники, мытари, разбойники проповедовали здесь прежде. Души их были совершенно лишены добродетелей и не устроены. Не были склонны к исправлению нравов, не желали доблести, но были всегда проникнуты злобою. Итак, велика сила царя, который приготовил эту непроходимую и невозделанную пустыню, сделал путь царским. Стих 4. Всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Мы видим, что это исполнилось в Новом Завете согласно с образом. Прежде же это совершилось во время возвращения из плена, так как народ пришел без труда и препятствия. Потом наполнение дебри, понижение гор, холмов и изменение трудного в легкое, означает тот путь, который ведет к добродетелям, что он легок и ровен, так что на нем не встретятся ни глубокие долины, ни стремнистые горы, и не будет никаких препятствий для тех, кто пожелает по нему идти. Выслушай, как сам Господь показывает легкость такого пути, ибо Игорь говорит мое благо, и бремя мое легкое. И Павел, ибо нынешнее временное легкое страдание по преумножению соделывает вечную славу, а та же совлегшись, говорит, ветхого человека, как легко совлечение одежды, так еще легче свержение зла. Ясно, что добродетель легка, не по своей природе, но Христос своим пришествием сделал ее весьма легкой, как и Павел говорит, бедный, окаянный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? А потом, нет никакого ныне осуждения тем, кто во Христе Иисусе не по плоти живет, но по духу. До пришествия Христа сила добродетеля была подобна густым кедровым рощам, с ремнистым и лисийстым местам, почти была непроходима. Пророки, праведники плакали и оплакивали тех, которые населяли эти суровые места, но после Христа не так. Почему же пророк говорит, что всякая деберь наполнится, всякий холм понизится? Спросим иудеев, скажите, когда это случилось? Какая гора понизилась и какая деберь наполнилась? Ничего такого не возвестил Ездор, написавшая «Возвращение», но я покажу, что это сказано о добродетелях. Никогда у язычников не было имени девства, потому что сила девства и добродетелей была трудна, сурова и неудобна. Теперь же она стала так легка и доступна, что даже и женщинам даровано стремиться по этой царской безопасной дороге. Многие вступают на эту дорогу без сомнений и страха, так как Христос призывает и нас к тому, что совершил Сам. Приготовьте путь Господу! Каким путем Он шел первый, им же ведет и нас, чтобы и мы стремились, желали и хотели так же. Всякий долг да наполнится! Никакая добродетель не есть самая трудная, никакая не легче прочих. Стремитесь легко ко всем и будете совершенствоваться, когда пожелаете. Что такое строптивое, стропотное вправо? Не только мы освободимся от рук тиранов, но также от заблуждения и от тех, которые изменяет нашу добродетель на лукавство, что выражает яснее Акила, кривое вправое, что евреи называют Агава, то есть кривое, сообразно сказанному, и все будут научены Богом. Порог не сказал, будут уничтожены трудные пути, но изменятся в легкие. И это знак великой силы, что Бог изменяет не природу, но нравы и желания. Тому, кто живет в бедности, он показывает, что таковая бедность нисколько не обременительно, а даже желательно ради благочестия. И будут стропотные вправо и острые пути гладкие. Что же в случае лишения всего имущества? Но и такое лишение они перенесли легко и с радостью, и все с величайшей готовностью подвергались ему. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И было одно сердце, одна душа, и никто из имени ничего не называл своим, но все было общее. Апостол говорит, помните первые дни ваши, когда вы, бывший просвещенный, выдержали великий подвиг страстей, то служа среди поношений и скорбей позорищем для других, то сосрадая другим, попавшим в такое же. Евреям 10.32 Что ты говоришь, Павел? Что он примет расхищение имущества с радостью? Конечно, говорит. Потому что написано, и искривленные выпрямятся, и лукав в Деяниях Апостольских, говорит. Они же, изя, радовались от лица собрания, что за имя Господа Иисуса сподобились принять бесчестье, и будут срапотные вправо. Что труднее угроз, что мучительнее наказания после угроз. Но это стало легким не потому, что изменилась природа, но потому, что одно стало причиной другого. Такова сила Бога, которая не желает одного и не насылает другого, но то самое, что было кривым, превращает в прямое, чтобы ты познал, что зло происходит не от природы, но от свободы, которая неправо мыслит. Таким образом и Бог не новые тела призовет к вам в воскресеньею, но обновить те же самые истлевшие и превращенные в прах. Верси 16, том 6. Стих 5. И явится слава Господне, и узрит всякое плоть спасения Божия, ибо и уста Господни изрекли это. Слава Господне являлась всегда, но слава Божия наиболее явилась тогда, когда Бог принял природу человека и устроил ангельское восстановил житье на земле, когда Он перенес в воспринятом теле столь много мучений и увидит всякое плоть спасения Божия, а не какого-либо человека. Так как все, которые взирали на Него, видели спасение Его. Хотя не все уверовали, однако все видели. Иные веры, иные слухом, а впоследствии все увидят. Так как Порок говорил о Великом, то прибавил и то, что давало веру Его словам. Так, чтобы уверовали все, говоря, так Господь говорит. Когда Сам Господь будет держать речь, никто не будет неверующим, потому что Слово Его есть творец природы и строитель новых вещей. А потому не спрашиваю у Него о каком-либо праве. Как я прежде утверждал по поводу того, что некоторые междуязыческими философами говорили нечто таковое, так скажу и теперь. Когда говорит Бог, не исследуй боли, рабы, слыша слова своих господ, не спрашивают боли, не осмеливаются давать вопросы или отвечать, а только исполняют их приказания. Точно так же и ты, слыша, что говорил Бог, не испытывай боли. Шесть. Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать, всякая плоть трава и вся красота ее как цвет полевой. Теперь смотри, как Он увещевает нас, чтобы мы желали воскресения. Через презрение того, что близко нам, Он склоняет нас к желаниям высших вещей, справедливо сказал, возупившие. Так как определение, которое нужно было сказать, было противно мнению каждого и предоставляло слова мудрости, принять которые весьма многие могли с трудом, судя о них по своему смутному разумению. Потому пророк и говорит, Вазапий, не сомневайся проповедовать повеленное, оно придает храбрости для плавающих по волнам, чтобы они пустились в более глубокое море. Не бойся, хотя бы и противились слышанным словам, не оставляй твоего постоянства, Вазапий, взывай, так как в тех словах, которые ты будешь говорить, заключается великая сила, хотя бы их никто не принимал, однако ты веруешь в силу повеления. Ничто не может уничтожить этого определения, потому что оно и есть повеление Божие. Не говори, все противится, все противостоят. Твои слова утверждены на истине, а потому взывай свободное. Всякая плоть, как трава. Каким же образом? Уже ли это вина Творца? Да не будет. Но он не так образовал человека, но тотчас даровал бессмертие. Но ты, который ввел грех, ты сделал человека бесславным. Не думай, что дело рук Божиих тела из сена. Бог прежде говорил, в день, в который вкусите смерть и умрете. Почему ты говоришь о сене? Разве тела царей прекрасных женщин и славных витязей сделаны также из сена? Конечно, говорит, если ты сомневаешься в этом, то обрати внимание на общий для всех конец. Обращал ли ты со вниманием глаза на гробницы? Разве черри ниже, а богачи превосходнее? Никак. Вообще все пепел, все прах, потому что все обратятся в прах и пепел. И здесь пророк говорит не только плоть, но всякая плоть. Также говорит и другой пророк. Сури всяк человек. Псалом 38, 12. Смотри же, почему он не говорит всякий человек, но всякая плоть, то есть тела, которые ходят во плоти. Пророк воспользовался худшим выражением, потому что иудеи делали неправые дела, подобно тому, как и Бог, Не имеет дух мой пребывать в человеке веках сих, то есть не вечно будет пренебрегаем, потому что они плоть, но мы и сено выговорить не во плоти. Смотри, теперь говорит на милосердие Божие, тебе осужденному и неизведенному до жалкого состояния, но вновь даруя силу избавиться от осуждения. Ты был сеном, но если желаешь, не будешь сеном, говорится, если кто строит на основании семы золота, серебра, камней, драгоценное дерево, сено, солома, видишь ли, все зависит от здания. Если ты исследуешь природу тел, то она не лучше природы трав, подобным же образом, она исцыхает и падает, и во время старости в ней не находится ничего юношеского. Если же ты обратишь внимание на знатность души, то найдешь, что человек ничем не меньше ангелов, немного ты умолил его предангелами, славой и честью венчал его, и всякая слава человека, как свет на траве. Человеческое тело не имеет каких-либо преимуществ перед прочими телами, но принимая умножение славы, оно кажется величественнее остальных, обличенный славой показывает некоторый блеск, остальные же являются низшими. Говоря, что не только отпадает сено, но также и сохнет и цвет сена, пророк показывает презрение к славе сильных. Не видишь ли ты князей свободных от служебных занятий? Можешь ли ты что-либо противопоставить им? Они окружены золотом и жемчугом, сидят верхом на гордых конях, восседают на колесницах, запряженных белыми конями, окружены толпой и слуг, впереди и сзади себя имеют телохранители. Но если явится что-либо внушающее страх, то весьма многими из них овладевает трепет, и часто к вечеру все это распадается. Нет ничего сильнее бедняка даже нагого, поэтому говорится всякая слава человеческая как свет на траве, хотя бы говорилось о благах, почестях или о красоте, тем не менее, все имеет прийти в но если бывает так с телом теперь, то тем более будет так с ним в будущем. Что ты говоришь? Вот теперь иссохла сено и отпал свет. Сам Давид говорит, не бойся, когда богатеет человек, когда умножается слава дома его, и когда будет умирать, не возьмет всего, и не пойдет с ним слава его. Но почему ты не сказал, что и живой так же оставил ее, то славу? Мне кажется, что сказано для неверующих и мирских душ. Так как для них кажется невероятным, что они в другой жизни получат во сто крат боли за то, что они здесь оставили, то Давид утверждает несомненно именно, когда они умрут, вместе с ними не пойдет их величие. Почему же ты так часто желал заключать уста тех, которые помышляли только о мирском, чтобы кто-либо не мог говорить, что большинство славы оставалось до смерти, и таким образом опровергать слова пророка, потому он утверждает, что всякая слава отойдет в конце жизни. Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, свет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Наша смерть такова, как исцыхание овощей от падения цветов. Смерть, говорит, не бывает двойной, умер человек, и вместе с ним цвет его, то есть его величие, слава, полностью в тот день, говорит, погибнут все помышления его. Сегодня ты стараешься вредить другим, но завтра они не найдут твоего места. Того, о чем кричат, как о событии на весь мир, ленивые не желают понимать, потому пророк говорит чтобы ты, видя кого-либо угнетенным тиранами, возопил к нему те же самые слова «всякая плоть трава». Не обращай внимания на плотскую славу, но думай о будущих бедственностей их. Чем славнее она является теперь, тем жалче будет впоследствии, когда в один миг времени отпадет величие ее. И вот, говорят, ты призрел все блага мира. Я не презираю их так, как будто бы они зло по своей природе. Но хотя бы они были добром, и мы пользовались бы ими хорошо, тем не менее они придут и не останутся навсегда. Но что же останется? Слово Господне, которое пребывает вовек твердым и неизменным. Это слова Его и повеления, которых не могут разрушить ни времена, ни смерть, ни болезнь, ни старость, ни зависть, ни ссора, ни что либо иное подобное. Если бы кто-либо стал порицать слова мои, то пусть он встанет и докажет, что я сказал худо. А я сказал, что есть нечто такое, что твердое и останется всегда, и есть нечто изменяемое и скоро приходящее. Не сказал пророк, дела Господа пребывают, но Слово Господа пребывает, если пребывает Слово, то тем более дела. Если Слово пребывает вовек, то, конечно, должно принять веру в воскресение. В некоторых списках после этих слов иссыхает трава и свет ее падает. Мы находим приписанным несколько большими буквами. Дух Господень думал о Него. Поистине народ есть сено. Давид даже сказал, отнимаешь дух и исчезает из перца твою. Возвращаются. 9. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог наш. Почему говорит пророк не бойтесь? Уже ли может найтись кто-либо такой, который возвещает и вместе с тем боится, особенно если он вестник честный и справедливый? Что же это такое? Да не покажутся всем возвещенные слова невероятными. Не бойтесь говорить, да не будет этого, потому что то, о чем я говорю, я исполню. Но так как величие сказанного делало весьма многих неверующими, и они думали, что это неисполнимо, как случилось с Ионою, то говорит ты не бойся. Хотя сказанное велико, но разумею, что говорящий может совершить все, поэтому и говорится так, чтобы многих сделать свидетелями относительно возвещенных слов, которые были предсказаны уже давно. Вот Господь Бог грядет силой и мышцей его совластью, вот награда его с ним и воздаяние его перед лицом его. Что такое скрепость и совластью? В свое первое пришествие он явился не скрепостью и не совластью, но кротким и смиренным. Он был распят по плоти и умер, оставаясь живым и животворя по своему божеству. Но во второе пришествие он явится не так по сказанному, что если мы и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем. 2 Коринфянам 5.16 Чтобы ты знал, что он принял бесславие ради нашего спасения, пожелав быть подобным нам. И мзда его с ним. Правильно сказал, что мзда будет через слова. Он повелевает и всем располагает своим словом. И делай его перед ним, именно перед Богом. Тогда не будет нужды в обличителе, так что он сам распределит по справедливости. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Пророк показывает легкое сдел, имеющих совершить это в то время. Сам Христос учит об этом в евангельской притче, так, как пастырь разделяет овец от козлов. Я не могу легко отличать злого от доброго, а он делает это без труда по сказанному. Кто из человеком знает, что в человеке, кроме духа человеческого живущего в нем. Испытующий душу выше самой души человеческой знает, что находится в человеке. Так же и Божие никто не знает, кроме Духа Божия. Павел ничего не знал в себе самом, но он не оправдывался в этом. Христос же говорил на вечере «Один из вас предаст меня». Таким образом, он сам знал все, прежде чем это случилось. Как же так? Прежде чем происходит что-либо доброе или дурное. Бог одно любит, а другое ненавидит. И это не заслуженно, но ради вот чего. И мышцу из своей соберет агнцев. Он не будет нуждаться ни в палке, ни в каком либо ином орудии. Видишь ли, он ясно показывает свое попечение. Так как это на самом деле не совершается во время суда и воздаяния, то мне кажется, что это попечение более, чем остальные обберемененные люди или матери, носившие детей в утробе. Им и говорится, во время пути имейте больше попечения. Сказавши великое, что для большинства казалось трудным, пророк желает то же самое подтвердить еще большим. Потому далее и прибавляет, кто измерит горстью воду. Почему он не сказал об ангелах, кто сотворил ангелов, или кто поставил архангелов, а говорит о видимом и явном. Так как те велики, то он возвышает ум неразумных не к невидимому, но желает учить из видимого, и не говорит, кто создал, или кто поставил, но кто узнал. Если познание из действия, скорее даже действия Божия, то тем более произведение чего-либо из ничего. В другом месте говорится исчисляющее всех, их называющие по именам. Каждая из них достаточна для того, чтобы мы познали дело Божие. Он из ничего произвел, сохраняет произведенное и желает сохранять. Таким же образом говорит Иов, однако не таково искусство строителей, хотя они выделывают сосуды, но не делают их из ничего. И сделанные изделия не могут сохранить до конца, и даже на продолжительное время. В Боге то удивительно, что Он может сотворенное им сохранять в вечность неприкосновенным. Сотворенное сохраняется не своей силой, но сообразно сказанному в руке его все концы земли. Таким образом не веруй тому, что Бог прежде отмерил, а потом построил. Он не измерил, измерял небес в пяди, никакая мера не годна для неизмеримой руки. Когда же говорится испытывающий сердца, то здесь выражается ничто иное, как только то, что Он знает. Знание рождается от исследования. Слово исчисляющее множество звезд показывает не иное что-то, как только знание, потому что от исчисления происходит знание. Когда же пророк говорит, кто измерит воду, затем показывает ничто иное, как только что Бог знает, сколько существует воды. И смотри, Он сам знает меру своих произведений измерил, говорит, небо пядью, показывает, что небо есть произведение его совершенной силы и землю горстью. Всем ясно, что небо больше, чем земля, потому что небеса составляют как бы оболочку над землей. Видишь ли, что эти слова недостойны Бога, который все сотворил и из ничего. Кто измерил горы и скалы взвесил? Какие весы могут взвесить горы, такую громаду? Но хотя ты слышал о весах, однако не подумай, что Бог пользуется такими весами. Он в совершенстве все знает так, как будто бы он это взвесил на весах. Какой-то из дьяволов говорил, что он знает число песка и меру моря, и хвастался этим настолько, что своей ложью обольстил других. Пророк же истинно возвещает нам некоторую часть божественной силы. Здесь нет никакого лживого хвастовства, но одна верная истина. Потом он показывает величие Божие иным образом, именно что ему принадлежит знание от себя самого, и таковое знание непостижимо. Не удивляйся говорить, что он знает все, он мудр, так что мудрости его никто не обнимет, почему и прибавляет кто разумел ум Господень. Говоря кто, он включает здесь всех в сферу неведения. Не так, как говорят еретики, что сын и есть вместе и святой дух, потому что через сына мы научаемся Господом. Никто не знает отца, кроме сына, и никто не знает сына, кроме отца. А о духе апостол говорит, и Божие никто не знает, кроме Духа Божия, потому что Дух Божий все испытывает и глубины Божьи. То есть он знает глубины Божьи, но испытует их не по причине неведения, точно так же, как и Отец испытывает сердца человека, не потому, что их не знает, как мы выше показали. Знание происходит от исследования, но не исследование от знания. Кто уразумел, говорится, ум Господь, но апостол говорит, мы же имеем ум Христов. 1 Коринфян 2 16 Если никто не разумеет ума Господня, как же говорит апостол, мы имеем ум Христов, но нам, Бог открыл это Духом Своим столько, чтобы было достаточно для нас, но не столько, как он на самом деле ум Господень. Для того, чтобы совершенно отделить Бога от всех тварей, как не нуждающегося ни в чем, ни от кого, не научаемого, ни от кого, не одаряемого. Порог прибавляет, и кто был ему советником, или кто научит его, он прежде находит основание для будущих событий. А можем ли мы веровать, что свойственно малое ведение ему? мы от него науч необходимым познанием, тем не менее, мы так злые и глупы, что стараемся испытывать знающего от себя самого природу всех вещей. Стих 15. Вот народы, как капли из ведра, и считается, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения, все народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него, не обращая внимания на множество языков, но взирая на величие Божие, которое легко может погубить их. Пророк вновь в удачных выражениях обозначает малость средств для прославления Бога. Если бы, говорит, я нуждался во всесожжениях, если бы вы истребили даже всю дубравую и то и этого было бы недостаточно для горения всесожжения, если бы принесенные были в жертву все животные, то и они бы не удовлетворили. Вся природа не в состоянии достойно почтить Бога. Смотри на благость Божия относительно человека, хотя ничто они и достаточны для его славы, тем не менее он не презирает ничтожно, а делает достойными. Как нет ничего достойного, что могло бы его почтить. Так никто не может охватить его премудрости, никто не может быть советником его и учителем. Если никто не охватывает его знания, то кто может уразуметь это существо? Если части неба суть мерила руки его, то те, которые ниже небес, каким образом могут исследовать мудрость его? Итак, кого подобите вы Бога и какое подобие найдете ему? Бог не давал какого-либо повеления изображать его образ или делать его подобие. Моисей в многих местах повелевает не сделать себе кумира никакого подобия изображения, что на небе верхушной земле и что в воде ниже земли. Вначале никто не изображал Бога и никто не мог охватить его ведение. Изображение делается с того, что предается тлений и уничтожается, чтобы после уничтожения сохранилась о нем по крайней мере память через изображение. Но он так, чтобы делает образ Бога живого и нетленного. Кому подобен он? Так, чтобы кто-либо мог описать изображение того, который только подобен себе самому. Пророк мудрым исследованием бессилие идолов и силы Божьи подвергает их наказанию. Он сперва показывает, что знание Бога непостижимо и неизмеримо, потом описывает строение идолов, которые бывают деревянные или каменные или золотые или серебряные, но во всяком случае неразумные. Но почему скажут, говоря так о природе идолов, он не делает того же относительно природы Бога? Природу Бога ничто не может выразить так, что умалчивая о существе его, он открывает знание его. А так как идол сделан из дерева или из металлов, то потому он и говорит о качестве и строении их природы, кому подобите. Ему ничто не подобно, нет подобного ему образа в творениях. Один только образ его это несотворенный сын. А кто беден для такого приношения выбирает негниющее дерево, приискивая себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала, разве вы не уразумели из оснований земли? Так как многие из таковых идолов оставались довольно продолжительное время, то пророк показывает, что они сделали такими не сами от себя, но вследствие негниющего дерева, их изделия продолжали сохранять вследствие опытности мастера, который постарался так, чтобы изображение не подвергалось тлению, не думая красоте, а продолжительности или неизменяемости идола. Но все это относится к искусству человека. Если идолы в состоянии совершить что-либо, то пусть покажут, почему пророк и прибавляет «не разумели ли, не слышали ли?» Эти слова должны быть вам известны. Должно ожидать, чтобы вы поверили этим словам не по слуху, но научившись им с самого начала, так как этого могла бы вас научить самая природа вещей. Хотя вы не разумеете, а приняли их от других. Но теперь, и не теперь, а из начала, тем не менее, я утверждаю, что ваше нечестие не имеет извинения. Так как пророк говорил о возвращении из плена, чтобы они не думали, что для освобождения от притеснений и достижений спокойствия нужно прийти в древнюю порочность, он и дал как бы столбы повеления, которые не позволили им спасть в прежнее нечестие. И 22. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Видишь ли, земля есть круг, круг показывает круглую форму земли. Полезно знать и это, чтобы мы не соблазнялись басней медицинских философов, которые обыкновенно думают, что земля подобна ложбине, округлости, диску, блюду или чему-либо подобному. Слыша, как пророк говорит, что земля есть круг, ты не исследуй более. Хорошо сказано содержащие, потому что в руке его все концы земли. Им создано все. Относительно знания его сказано было прежде, кто измерил землю горстью и небо пядью. Здесь же пророк говорит не о творении, но о промышлении. Итак, не исследуй, на чем стоит утверждена земля. Бог держит ее своей рукою. Нет иного основания, кроме его, и не спрашивая каких-либо иных убедительных доказательств. И живущая на ней, как саранча, так слав человек перед Богом, как Бог вращает его, как желает. Итак, не думая громаде земли, но обращая внимание на великую силу прожащего, чтобы потом тебе не смущаться и не разбегаться в своем исследовании туда и сюда. Если ты будешь помнить, что круг земли неподвижен, то ты поймешь силу великой, непобедимой и не ослабивающей руки, и таким образом будешь действительно веровать. Мы также часто имеем обыкновение называть саранчука, пример слабости, распростерши небо, как воздух, поставивши небо, перекладину. Здесь пророк говорит о творении, но не о произведенной материи и не о небесных созданиях, а показывает то, в чем люди могут быть участниками вместе с Богом. Пророк не говорит, каким образом Бог произвел творение из ничего, но показывает, что он иные сохраняет в неприкосновенности, а другие даже украшает. Весьма велика опытность искусства утверждать и украшать созданные вещи, а утвержденные сохранять в целости. Мы не тогда удивляемся строителям, когда они вытесывают громадные колонны, но когда они помещают их на своем месте и укрепляют. Таким образом, не только удивляйся Богу из-за того, что он произвел и показал громаду небесных тел, но из того, что произведенное сохраняет крепким и целым. Пусть небесная громада и великий небесный свод падут и не зеленутся на землю. Какая сила состояния исправить и сдержать их, если не сила того, кто произвел все это в начале из ничего? Слыша слово и простер их, как шатер, ты, обитатель земли, не бойся, что небо может упасть на землю, так как порог раньше говорил поставивший небо как шатер, чтобы этим примером отнять у тебя страх. Когда ты боишься, что небо, если оно подобно скини, может упасть, то он тотчас же подтверждает тебе, что небо крепко. Но зачем же он приводит оба эти примера? Затем, чтобы именем комары шатра указать на прочность, а именем скини на легкость для творца, который мог поставить небо так легко, как скинию, и в то же время не так неустойчиво, как скинию, а так крепко, как камеру. И чтобы легкость творца не устрашала творение, пророк и пожелал назвать небо прежде камарой, для отнятия страха, потому говорит уже о второстепенном, и показывает, что не напрасно, и не тщетно, и не ради пустого числа, и он поставил таким образом, а для того, чтобы под ним обитали люди. он есть тот, который восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, растянув их, как шатер для житья. Небеса распростерты подобно крыше с выпуклой формой. Но если кто-либо скажет, почему же небеса наклонны наподобие шатра, а не устроены наподобие ровной крыши, то я отвечу, что я сам ничего не понимаю относительно этих вещей, я знаю, что такова форма неба, но почему она такова, я этого не знаю. Что означает распростереть, подобно тому, как человек скорый без труда распростирает платье, гораздо легче и скорее этого Бог распростер небеса. Но удивительно то, что спустя столько веков на небесах не образовалось никакой трещины или отверстия. Какая веревка может удерживать распростертой небо или какие колонны или какие канаты привязанные к небу сохраняет его твердым и распростертым. Впрочем, я знаю, вы ничего не можете мне показать подобного, а вам лучше должно прибегать к силе Божией по сказанному в руке в руке все концы земли правильно сказано поставивший но в другом месте говорится совьется небо как свиток а еще в ином месте и как одежда совьешь и переменится. Как тонкое полотно так Бог распростер небо над нашей головою своим величием красотой и разнообразными украшениями оно выселяет и освежает наши глаза от него исходит не только то что для нас необходимо но также и то что величием красоты поражает нас радостью и весельем Бог богатый милостью доставляет нам великое благо исполняя не только наши необходимые потребности но даруя нам также радость и спокойствие иначе почему он положил перед глазами такое плодородие земли такую широту неба обширную атмосферу и такое обилие вот разве множество творений не превосходит наши потребности он сделал это как для нашего удовольствия так и для удовлетворения нашей потребности стих 23 он обращает князей в ничто делает чем-то пустым судей земли едва они посажены едва посеяны едва укоренился в земле ствол их и как только он вдохнул на них они высохли и вихрь унес их как солому перемена какого-либо царя есть дело трудное но для бога оно легкое легким ли тебе кажется лишить царства царя под своим скипетром держащего весь мир почитаемого всеми принудительно движущего все своим словом но для бога и это нетрудно для него нетрудно даже кого-либо из черни кто бы не умел даже говорить возвысить на такой почетный пост он говорит что это для него не только легко но даже весьма легко именно сказано дает князев висли что он для примера приводит известное всем мы не присутствовали в то время когда он творил небеса и не разумели в то время когда он распростирал их так как высокая даже весьма высокая выслушивается ушами и тем не менее совершенно не воспринимается слушающими то он самое сокровенное слово превращает в иное известное всем которое всегда обитает среди людей подобно этому говорил и другой пророк он переменяет времена элита и поставляет царей и переставляет Даниил 2.21 и потом мучители сели на земле Сирах 11.5 а также видел рабов на конях а князей идущих как рабов по земле Эквисиас 10.7 и затем от утра до вечера изменяется время и все скоро пред Господом Сирахов 18.26 и также все скоро пред Господом Сирахов 18.26 смотри сколько свидетельств рассеял Господь всюду на земле чтобы познавать и верить в творение земли ты желаешь слышать слово которым учит тебя Господь с неба но не желаешь ему однако научиться сравнивай вещи мира замечай то что совершается ежедневно и ты познаешь Господа и Творца и землю как ничто тебе знаешь ему что Бог сотворил землю когда ее не было и так скоро как ничто уже ли кажется великим что он твердо держит ее где те которые привыкли говорить что земля существовала невидимой и безобразной вот говорится сотворил ее если сотворил то как же она не была сотворена сотворила ее легко и скоро другой же пророк сказал увижу небеса дело верстов твоих а также все что восхотел творит сотворил ее как ничто то есть сотворил все своим словом справедливо говорит пророк он призвал их и они говорят вот мы чем кажется он показывает легкость творения какой-то мудрец говорит что каждое из творений открывает творца но здесь пророк нас учит величию творца не только из творения а также из другого доказательства именно из самой формы творения видишь ли ты величие и красоту тварей однако ты не останавливайся только на них но уразумей и научись что все это великое произошло как ничто именно по повелению и по слову по указанию перст и по зову его один говорится призывающий все из ничего этим подтверждается легкость и скорость творения как мы слыша что-либо удобоисполнимое подаем за это голос так он повелел быть тому чего прежде не было как же скажет может это быть удивительно то что наш господь таков есть что дел его мы не можем охватить ни словами ни умом ни каким-либо иным образом прежде пророк сказал о творении что бог легко сотворил землю и небо землю как ничто относительно идолов он говорит это или относительно вавилонян скажем о тех и других что к тем и другим мы применим эти слова для того чтобы мы могли узнать истину может быть пророк говорит то что вавилоняне пойдут в плен и как бы будут унесены ветром если же он говорит об идолах то его слова означают что идолы не могут показать никакой силы так как будучи бесчувственны и неодушевленны они не могут доставить людям ничего доброго не только сами от себя но и по образцу того как люди делают друг другу взаимно хотя это относится не к насадителям растений или сеятелям но к богу который дает приращение идолы же не могут совершить этого даже в малой степени что удивительного что они не могут сделать ничего для своего спасения а уносятся как бы ветром ты видел силу божию посмотри же на слабость идолов но почему же высказав положение он не высказывает и противоположение именно что они идолы не устрояли земли говоря ты сотворил землю пророк показывает что он бог сотворил также растения потому что кто произвел мать их тот очевидно сотворил и самые растения идолы же не производили растений и не могут оказать какой-либо пользы даже подобно людям высыхают что обыкновенно случается с деревом подобно тому как и сохшее дерево бывает бесплодно так лишены каких-либо сил и сами идолы и буря возьмет их бурю здесь пророк называет те наказания которые происходят от бога грядущие войны которые идолам не принесут никакой пользы стих 25 кому же вы уподобите меня и с кем сравните говорит святый поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите кто сотворил их кто выводит воинство их счетом он всех их называет по имени по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает справедливо сказано ныне воспользовавшись столькими благами вы не уразумели меня и вознесусь говорит святой то есть что может меня вознести отсюда ясно что слава идолов происходит от людей и превозношение их от человеческих украшений так как они люди украшают глиняные изделия царскими одеждами влагает в руку великий знак гнева как будто идол может не спасать с неба огонь или град то разве не они возвышают их каким образом сказано вы можете возвысить меня то есть бога никоим образом это совершенно невозможно ни теперь ни в будущем ясно что бог ни в чем не нуждается и не превозносится от людей но сам превозносит их показав что ни в чем не нуждается и ничто не может превозносить его пророк прибавляет воззрительную высоту очами вашими разве не я сотворил все это из ничего такой смысл имеют слова кто сотворил сие мы также воспользуемся этими словами он повелел быть и произвел то чего прежде не было подобно тому как мы говорят что такой-то человек сделал какой-либо сосуд или одежду показываем этим что этого другой никто до него не сделал я говорит не нуждаюсь в вашем превозношении но вы воззрите на высоту очами хорошо он сказал это относительно людей которые всегда смотрят только на дольнее и которые не могут возноситься на высоту хотя человеку дана такая форма что желает ли или не желает он не может забывать о своей славной природе так как Бог сотворил человека с прямым телом и дал ему глаза этих возвышающихся зрителей тела сотворивший тебя таким образом разве не научил этим что он поместил глаза в таком месте ни для чего либо иного как для того чтобы ты смотрел на высоту подобно князю и судье чтобы ты не смотрел только на дольнее но поднимал свои свободные глаза на высоту помимо того он даровал тебе другое более легкое нежели глаза крыло которое позволяет летать не только в эфире которое называется спокойным и которое простирается выше звезд между воздухом и небом а даже и далее небес какое же это крыло крыло истинной веры потому что крылами веры мы можем подняться далее небес и знать все что там находится и увидите сказано кто сотворил это может быть иной скажет я вижу все красоту и величие небес но не могу познать того кто все это сотворил вижу я солнце луну небо звезды иное подобное но каким образом я могу познать творца менее прочих прилично было бы говорить это иудеям которым Бог даровал познание о своем творении различным образом но говорят он был невидим в то время когда он простирал небеса с ним никого не было тем менее человека который мог бы уразуметь что творение суть дела рук его Бог творил небеса но Адама не было там он утвердил землю и тот не видел он возвал море и тот не присутствовал а потому не знал так как человек создан был после того как было сотворено все и так скажут каким же образом мы можем знать что творение происходит от Бога сначала по причине того самого главного и важного дела так как Бог перед лицом Адама сотворил из него же самого другого человека жену тот кто мог создать человека тем более мог создать прочее что создано ради человека легче было создать небеса иные твари чем человека не только по причине души но и тела потому что Бог вложил великое совершенство в каждый член человека впрочем скажут Адам не видел жены в то время когда она образовалась но увидел ее после творения мы отвечаем однако он знал что она взята от него и произошла от него так как он сказал вот косят костей моих и плосят плоти моей то что Бог создал также животных он узнал из того что Бог привел к нему всех дабы он дал имена тем о которых он знал что они сотворены из земли как это видно из следующих слов земля ты и в землю возвратишься конечно скажут из этих слов он знал что он произошел из земли но откуда он мог знать что земля сотворена из ничего мы отвечаем творец ведущий все вложил в него премудрость так что он провидел и мог знать тайны Божии как же он не знал иного меньшего но каким образом мог Адам знать отделение ребра если на него был наведен тогда сон когда один спит а другой у него что-либо отнимает что тому принадлежит то этот не чувствует но видишь ли Адам видел иными очами не только настоящее но и будущее то что животное произошло человека видно и следующего вот ныне косят костей моих и плоть от плоти моей что означает слова ныне во первых то что животные произошли не от него а потом то что никогда не будет того что совершилось теперь видишь ли Адам пророчествует и о будущем Моисей который не был с Богом когда он творил все также научился откровением от Духа Святого как сын от Отца тому что он узнал только спустя продолжительное время в другом месте говорится ибо мудрое Божие премудрее человеческого то есть они люди могли знать Бога и что можно знать о Боге явлено для них ибо невидима его вечная сила его создание мира видимо потом во все роды Бог давал какой-либо знак своего учения во время потопа он обновил землю в одни Вавилонская башня сотворил некоторое новое чудо иные подобные чудеса творил во время гибели Садамезиан и во время Авраама но наиболее дивные во время своего пришествия Каин научился от своего отца но пренебрег так как был беззаконен и он сознавал Бога не только творцом но если угодно судьей и даже мстителем а его отец сознавал Бога творцом вездесущим помощником всех людей помимо этого сознавал и то что ничего не происходит случайно но все по распоряжению Божию и что тот кто исторгает своего недруга из среды живых должен быть наказан смотри познание воскресения кровь умершего пьет более чем голос живущего Бог подверг Каина наказанием чтобы кто-либо не сказал я убил человека и ничего более не боюсь он же показывает нам что должно бояться более тогда когда мы не боимся какого-либо врага так как у нас есть иной враг Бог никогда Бог не оставлял мир без какого-либо свидетельства и сам Петр говорит поистине познаю что Бог не смотрит на лицо но во всяком народе боящийся его и делающий правду приятен ему а в другом месте также сказано когда язычники не имея закона по природе делают законно то не имея закона они сами в себе закон он написал законы а потом вновь оставил их без законов чтобы ты не сказал он чрезвычайно обременял меня вот говорит я не буду более твоей помощью смотри можешь ли ты сам собой совершать добродетели но они не могли ничего сделать сами собой поэтому я опять буду смотреть за ними и сохранять по своему благоволению посмотрите на высоту очами вашими то что находилось на земле не могло открыть тебе творца как ты думал но ты не сообразил вот чего и исполнится слава его вся земля и что сказано в ином месте милости господне полна земля если земля исполнена милости и славы то почему бог повелевает им возвести очи на высоту они знают что небо лучше нежели земля так как вы ничему не научились от земли то смотрите по крайней мере на небо небо прекрасно но земля необходима подобно тому как отдельное тело сложено из многих членов так и бог сотворил мир и то что Павел говорил о единстве членов тела должно понимать также и о всем мире если бог дал великую честь отдельному незначительному члену то это он сделал для того чтобы не происходило разногласий и раздоров в теле пусть земля отверженнее и презреннее чем небо однако она имеет больше чем то она питает всех которые по ней ходят и из нее происходят тела небо также имеет весьма многое оно дает нам многое благодаря солнцу луне и звездам но земля пренебрегается потому что ее всегда топчут ногами если вы взглянете на высоту то вы поймете то что находится на земле впрочем это не по обычаю язычников которое промышление и управление мира да и то не целостное но несовершенно исполненное раздоров разделяли между шестистами богов таким образом они говорят что Церера владычествует над землей Нептун над морем Аэр над погодой да и Церера говорят не одна только возделывательница земли но вместе с ней иные отдельные божества Бахус показатель виноградной лозы Минерва изобретательница маслины а иные божества возделатели деревьев но здесь нет ничего подобного посмотрите кто сотворил все и прибавляет выводит по числу называет по именам таким образом и Давид говорит исчисляет множество звезд и называет их все именами показывая этим что Бог не только все сотворил но и сохраняет все прочным и устойчивым на это же указывает и следующие слова выводит по числу пророк не сказал кто выведет но кто выводит чтобы показать что он их выводит всегда и постоянно потом он прибавляет следующие слова кто творит чудеса и есть дивин чтобы ты всегда видел его всегда ему удивлялся он показывает тебе одну ночью а другое днем но скажут всегда одно и то же ничего не дает нового и прекрасного но не кажется ли тебе удивительным то что он в одном и в том же показывает всегда многоразличный и прекрасный порядок если бы всеми же с собой перемешалось мешались бы зима и лето то как ты думаешь совершалось ли бы все само собою но если дивный порядок всех вещей не побуждает тебя к познанию Бога то какова же твоя тупость подобно тому как торговцы предлагают свои товары так и Бог предложил перед тобой мир чтобы ты из видимых вещей приобрел веру в него все говорит всех вызывает по имени то есть его слово внемлет все от многой славы твоей пророк не сказал от многого знания твоего или премудрости но только поудивился славе его так как слава преимуществует перед мудростью от многой славы твоей говорит так как и мы думаем что слава находится во всех тех кому мы удивляемся когда ты говоришь о каком-либо царе то говоришь ему присуща великая слава хотя ты вполне не можешь знать ни достоинства ни красоты его так как красота и достоинство и иное подобное заключает в себе некоторую славу имя славы ближе к превосходству чем остальные названия и может заключать в себе весьма многое велика говорим в дивных делах слава она такова что мы не можем вообразить больше во первых по причине природы разума ничто от него не утаится а потом по причине ежедневных происходящих напоминаний то есть проведения и по причине того что относится к премудрости Божией не говори того что я теперь говорю уже ли может быть тобой познано это когда ты нечестив Бог уже сначала разумел все так как Он творец и испытатель сердец и правитель всего существующего таким образом если творение которое Он создал ради тебя близки и Его сердцу по написанному сотворил небо в жилище и если Он небо сотворил жилищем то тем более землю если говорит Бог я наблюдал за небом и землей то тем более за тобой ради которого все создано стих 27 как же говоришь ты якобы высказываешь Израиль путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто у Бога моего здесь мне кажется Бог хотел восстановить и подкрепить притесненных и угнетенных которые столь продолжительное время были в плену говоря как бы так я недалек от тебя не сокрыт от меня твои пути не отнял я суда твоего я нахожусь близ тебя чтобы помочь тебе придет и уже есть спасение твое не были сокрыты от меня пути твои но грехи твои скрыли лицо мое от тебя и ради неправ твоих я пренебрегал права твои когда иудеи говорили мы постимся а ты не видишь мы смиряем души наши и ты не видишь но он знал и даже в совершенстве знал о том но презирал их ради многих неправд Исайя 58.3 потому он говорит только о премудрости говоря как бы так он в совершенстве все знает и измеряет исчисляет и все называет по имени разве говорит я не знаю и не могу искупить вас конечно все это я знаю и все предвижу если я измерил своими руками небо то тем более я провижу вас если я сотворил землю ради вас как бы ничто то разве я не могу помочь вам я сотворил жителей ее как саранчу и князей ее как не владеющих ничем могу ли я сам нуждаться в чем-либо итак кому уподобите меня я не упрекал вас за всесожжение ваше так как и дубравы ливанские их не хватит на нас сожжение 28 разве ты не знаешь разве ты не слышал что вечный Господь Бог сотворивший концы земли не утомляется и не изнемогает разум его не следим он дает утомленному силу изнемогшему дарует крепость утомляются юноши и ослабевает и молодые люди падают а надеющиеся на Господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся потому что тебе должно было знать Бога или из самого порядка вещей или из того что я прежде поведал обо всем не говори я научился этому дьяволов единому Богу свойственно быть вечным и сотворить концы земли а также и то что следует далее не залчат иные переводчики думают что эти слова не утомляются произнесенные ради колебания евреев известно что ангелы также не алчат и не утруждаются но ты прежде познал творческую силу его премудрость и непостижимость существа его из того что он все сотворил из ничего справедливо сказано дает алчущим крепость а другие переводчики дающие ослабевшему силу Богу свойственно не только то что он сам ни в чем не нуждается но и то что он разделяет между другими то в чем сам не нуждается и неболезненным печаль те иеретики нечестиво приписывают какое-то зло божественной природе в которой нет ничего злого но Бог каждому воздает по своему правому достойному суду когда он кого-либо мучит то он не гневается а когда наказывает то сам не предается страсти тогда как мы мучая кого-либо сами чахнем вследствие великого гнева ибо и молодые утомляются видишь ли Бог их мучил это и совершается в крещении так как юнеет то есть обновляются те которые достойны этого святого таинства говорится терпящие не видишь ли какова исход велика добродетель терпения потому никогда не должно падать духом никогда страшиться оставлять надежду в каком бы положении не находились дела никогда не должно приходить смущение но всегда быть твердым и переносить все терпеливо здесь представляется также и пример веры если происходит обновление с орлами то какое обновление произойдет с людьми когда они обновятся просвещенные крещением потекут и не устанут не видишь ли ты что с той и другой стороны сияет могущество Бога как наказывающего так и спасающего